ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ — Да. Вадим, а давайте мы определимся, что такое вообще автоподстава, потому что понятийный аппарат, ну, он у всех разный. Вот что действительно можно считать автоподставой? — Ну, ее распознать очень сложно, но действительно можно считать тогда, когда спровоцировали ДТП сознательно, специально для того, чтобы вас выставить виновником. — А какие виды автоподстав наиболее распространены? Вот когда, по каким признакам человек может понять, что это автоподстава? — По каким признакам? Ну, на самом деле, даже опытный водитель может этого сразу не понять, потому что очень все грамотно делается, схема постоянно совершенствуется. То есть есть с транспортным средством подставы, есть с пешеходом. С пешеходом очень распространено, она очень легко делается, потому что и последствия. И все пытаются на месте решить этот вопрос, так скажем. — А с пешеходом, то есть пешеход тоже он как-то работает заодно, так скажем, с мошенниками? — Ну да, он, в принципе, может являться одним единственным мошенником, может работать сам на себя, может быть, в группа лиц сразу могут организоваться и свидетели. То есть такая очень серьезная автоподстава, в которой, если определенные действия не сделаешь своевременно, то, конечно же, как правило, заканчивает тем, что на месте все решает. — Ну, слушайте, получается, что от автоподстав никто не застрахован, и, в принципе, и распознать ее нельзя, да? — Ну, как правило, воздействие происходит на водителя тогда, когда все произошло, морального такого воздействия. То есть начинается какая-то суматоха, то есть именно давление. Серьезно, вы его сразу почувствуете на себя, как только на вас давят. Если почувствовали, значит, соответственно, в таких случаях вообще сразу же нужно звонить в ГИБДД, то есть фиксировать это сотрудникам Держпотребной службы, звонить своим знакомым, чтобы приехали как в поддержку. Это обязательные вещи. — А что еще? Вот какие еще первые действия пострадавшего, когда тебя начинают обвинять в аварии? Что нужно сразу делать? — Ну, самое главное, когда все свершилось, так скажем, даже уверены в автоподставе, не уверены, ваши действия. Если все-таки вы видите сразу же, что на вас оказывается давление, то есть вышел, неадекватно себя ведет либо это водитель, либо это пешеход, конечно же, закрыться в автомобиле, никаких действий не предпринимать. — То есть не общаться с… — Просто по ситуации здесь нужно действовать. Потому что бывает такая ситуация, что реально видно, что он бросился на машину. Соответственно, мы понимаем, что это просто обычная элементарная подстава. Он начинает «давай договоримся», «давай отъедь в сторону», «припаркуйся». Здесь ваши действия должны быть четкими и понятными. То есть вы заблокировали автомобиль, вы звоните сотрудникам дорожной патрульной службы, вызываете на место, обязательно фиксация, звоните сразу своим знакомым, кто может подъехать, помочь. Самое главное при всем при этом – иметь регистратор. Он просто обязан быть. Тогда вы сможете доказать свою невиновность. Потому что у него могут оказаться свои свидетели. Вообще, конечно, в идеале это так. Вы когда остановились, вызвали, все действия эти сделали, обязательно смотрите, кто был позади вас. Может быть, у него был регистратор, может быть, очевидцы какие-то. Попросить их там через окно. Все, опять же, по ситуации действуем. Чтобы зафиксировать все данные, потому что если вы все зафиксируете, и все-таки этот гражданин, который, допустим, это пешеходная подстава была, захотел, так скажем, дальше всю эту систему развить, то в судебном порядке вы сможете доказать свою невиновность. То есть наша задача – это искать свидетелей всеми возможными способами. Да. Я вас поняла, да. Есть ли способы, которые позволяют избежать автоподставы? Или, в принципе, никто от нее не застрахован? Есть, конечно, способы. Это, в принципе, самый простой способ. Не ездить? Нет, ездить нужно аккуратно, внимательно ездить. Вот это самое главное. Обычно чем пользуются? Невнимательности водителей. Даже водители опытные бывают невнимательные. Мы никто не застрахован от ошибок. На пешеходном переходе желательно и необходимо снизить скорость, убедиться в том, что если он закрыт, допустим, начало участка, где пешеход может выйти из зоны, бывает слепая, либо автомобиль припаркован, в нарушении стоит, может быть, специально он там так припаркован, либо какие-то большие кусты дерева какое-то, где не видно просто будет, то, конечно же, нужно убедиться, что реально там никого нет. Да даже, может быть, не просто подстава, а маленький ребенок, может быть, мяч пнул, мяч полетел в ту сторону. То есть обязательно на таких участках нужно снижать скорость, либо полностью останавливаться. Все зависит от того, есть ли там пешеход или нет. Обычно только невнимательность. Потому что как они высматривают автоподставщики жертву? Они двигаются в потоке, смотрят, либо человек спешит куда-то, либо он неуверенно какие-то маневры совершает. Соответственно, этим пользуются. То есть это не происходит спонтанно, это идет процесс наблюдения, человек высматривает жертву? Да, да. Насколько я понимаю, автоподставщики, они в основном пользуются либо, скажем так, неидеальностью у правил дорожного движения, либо, как вы сказали, невнимательностью водителей. В таком случае, на законодательном уровне, действительно, нет ли какого-то наказания за все эти мошенничества, за все эти нарушения? Потому что неужели все только безнаказанно? Получается, что автоподставами, в принципе, может заняться любой маломальский опытный водитель, которому скучно жить. Нет, ответственность, конечно, есть, доказать очень трудно. Так что в этом плане этим и пользуются. Потому что, как правило, либо свидетелей нет, либо регистратора нет. То есть, ну, какие-то должны быть сведения о том, что это реально была автоподстава. Обычно на этапе, когда вы вызываете ГАИ, они обязательно уезжают. Но еще, я, честно говоря, даже не припомню, чтобы было как-то по-другому. В основном, всегда этот вопрос решается таким образом, что они просто уезжают. Они понимают настойчивость водителя. То есть, главное, не паниковать, не вестись ни на какие провокации. Абсолютно быть спокойным. Все будет хорошо. На вашей стороне правда. Да, давайте примем звонок. Он у нас есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Марина, задавайте свой вопрос Вадиму. Ну, вот, Вадим, такой вопрос. Я не так давно получила права и считаюсь еще не совсем таким опытным водителем. И вот существуют проблемы. Очень боюсь движения вокруг себя. И тем более, как вы говорите, автоподставы. Как в этом случае быть? Как перебороть себя, обезопасить? Психологическая помощь требуется Марине, Вадим. Как опытный водитель, давайте рекомендации. Что делать юным автомобилистам? Как побороть свой страх на дороге? Как побороть свой страх? Чаще ездить. Самое главное, чаще ездить. Если вы только начали управлять транспортным средством. Первое, это маршрут, по которому вы постоянно планируете передвигаться. То есть его от работы, так скажем, от дома до работы, то есть какие-то точки. И постепенно все с опытом приходит. Таких каких-то рецептов нету. Ну, если у вас возникла какая-то стрессовая ситуация, самое простое, что нужно сделать, чтобы собраться с мыслями, включить аварийку, аварийную сигналность, постоять, выдохнуть, успокоиться. Пусть там пипикают все, но спокойно потом продолжат движение. Не обращать ни на чего. Внимания вообще ни на кого. Все хорошо. Нужно ли сажать рядом с собой, так скажем, инструктора, знакомого, близкого, родного, который бы поддерживал и, так скажем, подсказал? Нет, ну, если есть такая возможность, конечно, это все-таки моральная поддержка. А может, ты знаешь, кто-то хочет плавать? Вот пусть сам плывет. В воду окунуть и все, так же и здесь. Одно здесь, в принципе, он сам плывет, потому что никак не помогает. Только чисто морально. Это всегда приятно, хорошо, комфортно. Мы в комфорте сразу находимся. Мошенники, скажем так, западают на молодых автомобилистов? Ну да, если особенно значок висит, то есть обозначение того, что он только недавно получил водительское удостоверение. Я, честно говоря, вот тут двоякая ситуация. Я бы значок бы этот, честно, не клеил. Потому что он как красный маяк привлекает внимание. Ну, дополнительно, так скажем, обращает внимание на себя для таких вот людей. Но, слава богу, автоподстав у нас очень мало. Они есть, вопросов никаких. И очень хотелось бы, чтобы наши граждане сообщали нам об этом. Чтобы мы вовремя реагировали. Да. Представитель дорожного контроля сегодня у нас в студии. Напомним, мы беседуем об автоподставах. Если у вас есть ваши вопросы, касающиеся автомобилей, движения на Воронежских улицах, звоните 259-78-88. За лучший вопрос, Вадим Усерову, мы разыгрываем вот такого пригласителя на совместный концерт группы «Термейт» с Воронежского молодежного симфонического оркестра. Звоните, наша беседа продолжается. Да, Вадим, ну, что касается автоподстав, какие вот виды? Хотелось бы подробнее узнать. О пешеходах мы поговорили, это понятно. А что касается движения машин, то есть это при обгоне, при парковке, вот в каких ситуациях автоподставы наиболее, скажем так, вероятны и наиболее часто встречаются? Ну, в последнее время на парковках это все развито. Человек утверждает, что его притерли. Как у меня прям. Да, 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 такое бывает. Но здесь все просто. Если вы уверены в том, что ничего такого не было, в конце концов, есть на таких парковках, как у гипермаркетов. Да и, в принципе, сейчас большинство устанавливает видеокамеры. Можно всегда ознакомиться с видеозаписью, очень попросить, так скажем, слезно. Ну, слушайте, Вадим, вот я, собственно, опыт расскажу, свои эмоции. Когда человек начинает вестись наглым образом, такой прессинг оказывает, то юный автомобилист, коим я являюсь, он теряется. Теряется, и, конечно, уже ты начинаешь сомневаться, да вроде и не притерла, а вдруг и притерла. Да, и вероятно, что мошенники, они как бы знают, на кого идут. На этот расчет. Да, как себе вести человеку, что делать, как показать, что не все так плохо. Ну, прежде всего, если вы не уверены в своих силах, что вы понимаете, что на вас морально воздействует, ну, вы оцениваете свои возможности. Здесь просто можно сказать, я с вами не намерена продолжать диалог. Если вы уверены, что это я совершила, вызывайте ГАИ, давайте я вызову. Тем более, лучше всего элементарно сделать, чтобы это все решилось мгновенно. Если он утверждает, вызывайте ГАИ, пусть оформляет. Здесь ничего такого нет, тем более, это обязанность. Если есть ДТП, он утверждает об этом. Потому что, если вы уедете, это будет скрытие с места ДТП. Он вызовет, и ничего хорошего этого не будет давать. Волшебную фразу мы запомнили. Спасибо. У нас есть звонок. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Евгений. Евгений, здравствуйте. У вас есть вопрос для Вадима. Да, Вадим, скажите, пожалуйста, вот в больших городах, скажем, в Воронеже, он миллионник у нас уже, ездят не только люди, жители этих городов, но и приезжают иногородние. И попавшие в автоподставу, как быть этому человеку, который не знает, как позвонить, допустим, именно в это ГИБДД. И нету знакомых, которые могут срочно подъехать, как-то поддержать или как-то. Как быть в этом случае? Евгений, а вы, простите, вы звоните из области, да? Да. Откуда конкретно? Багучар. Багучар. Спасибо вам за вопрос. Вопрос понятен. Да, Вадим. Не, на самом деле все просто. Телефон есть 112. То есть вы звоните в него и получаете конкретный телефон, по которому вам нужно будет созвониться сотрудникам ДТП. Вызывайте. Если это реально автоподстава, все тоже очень просто. Вы заблокировали двери. Тут дело даже не в знакомых. Это как бы для вас моральная поддержка. Так, на самом деле, все происходит так же по сценарию. Вы абсолютно спокойно себя ведете. Говорите о том, что я вызвал сотрудника ДПС, мы сейчас будем оформлять ДТП. Даже если они приехали, ну вы знаете, что это элементарная автоподстава. Они все оформят. Это в студенном порядке уже все эти разбирательства будут. Но самое главное – иметь видеорегистратор. Все проблемы из-за того, что мы не можем доказать свою невиновность. Вот это очень проблемная ситуация. Он необходим быть с того момента, как мы начали управлять транспортным средством. Этот регистратор должен быть установлен в каждом. Я поняла, видеорегистратор обязательно должен быть и закон един на всей территории, где бы мы ни были. Абсолютно верно. Да. Вадим, ну что ж, наше время подходит к концу потихонечку. Пригласительный на совместный концерт группы «Тер Мейтс» и Воронежского молодежного симфонического оркестра у меня в руках. Давайте подведем итоги. Сегодня нам звонил Александр. Он спрашивал о законе, который может повлиять на автоподставы. Марина спрашивала у вас, что делать со страхом на дороге. И Евгений, наш зритель из Богучара, задавал последний вопрос о том, что делать, если попал в аварию, не на своей территории. Кто же у нас пойдет на концерт группы «Тер Мейтс»? Конечно же, Марина. Конечно же, Марина. Марина, я вас поздравляю. Не бойтесь дорожного движения. Можете сходить на концерт группы «Тер Мейтс» и Воронежского симфонического молодежного оркестра. Я думаю, вам понравится. Можете доехать даже на своей машине туда. Вадим, спасибо вам большое за то, что пришли, за ваш утренний визит, за полезные, безусловно, советы, которые вы дали, потому что тема актуальна. Спасибо огромное за то, что были вместе с нами. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем утренний эфир.